Информационная служба Осетия ТВ главная тема выпуска. Оплата проезда беженцев из Украины в выбранные ими регионы России, информирование об их правах и обязанностях, а также получение ими статуса вынужденного переселенца. Эти и другие вопросы обсудили за круглым столом, который прошел во Валдикавказе. Всероссийский культурно-оздоровительный фестиваль «Мирный Кавказ» стартовал сегодня во Валдикавказе. Участие в турнире принимают более тысячи спортсменов из регионов России, а также из Армении и Южной Осетии. Медали будут разыграны в девяти видах спорта. Участников фестиваля сегодня приветствовал и глава республики Таймур Азмамсуров. Бизнес-инкубатор IT-парк Алания вновь стал центром развития интернет-технологий. Здесь прошел «Демо-дей» в рамках конкурса стартапов «Ду-Айти». Основные задачи форума – поиск перспективных проектов и помощь в финансировании. Финал конкурса запланирован на 10 октября. Эти и другие темы далее подробно. Оплата проезда беженцев из Украины выбраны ими регионы России, информирование об их правах и обязанностях, а также получение ими статуса вынужденного переселенца. Эти и другие вопросы обсудили за круглым столом, который прошел во Владикавказе. В нем приняли участие представители общественной палаты Северной Осетии, ряда министерств и ведомств. Как было отмечено на сегодняшний день, в республике около тысячи беженцев из Украины. Остро стоит вопрос финансирования. Чиновники привели в пример программу соотечественники. В соответствии с ней вынужденным переселенцам выделяют деньги из федеральной казны на обустройство жилья. Сейчас она реализуется в 50 регионах России, в Северной Осетии среди них нет. Однако участники совещания подчеркнули, каждый украинский беженец, временно проживающий на территории республики, может обратиться в другой регион. Прежде чем вот этот круглый стол состоялся, мы уже побывали на месте их нахождения в лагере, побывали в школе, побывали в местах, где они проживают, в семьях, побывали и в Томийске. И посмотрели вообще, как они обустроены, какие у них проблемы, в чем они нуждаются, какие у них дальнейшие планы нахождения здесь, принятия гражданства и так далее. Все эти проблемы, они непростые, это обычные житейские вопросы, но их решать нужно коллективными усилиями, именно на основе закона, который сегодня есть в России. Поэтому никакое самовольство не может быть здесь, они должны удовлетворять установленным требованиям. И мы хотим сегодня обратить внимание и властных структур, и общественности, кто каким образом может помочь этим людям, которые действительно бежали с мест военных действий, чтобы стало им уютнее, чтобы они чувствовали себя хорошо. Всероссийский культурно-оздоровительный фестиваль «Мирный Кавказ» стартовал сегодня во дворце спорта «Манеж». Участие в турнире принимают более тысячи человек из регионов России, а также из Армении и Южной Осетии. В составе команд мальчики и девочки в возрасте от 10 до 18 лет. Медали будут разыграны в девяти видах спорта, среди которых самбо, рукопашный бой, джиу-джитсу и тайский бокс. Участников фестиваля сегодня приветствовал и глава республики Таймура Азбамсуров. Фестиваль боевой искусств уже прочно вошел в спортивную жизнь нашей республики. То, что Россия ждет от Осетии, от всего Кавказа пополнение чемпионов Олимпийских игр мира, Европы – это заслуга таких людей, как Хасан Бороев и других его братьев по Олимпийскому Пьедестану. Фестиваль проводится Министерством спорта, туризма и молодежной политики России при поддержке Российского союза боевых искусств и Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта Северной Осетии. Организаторы отмечают, с каждым годом интерес к турниру растет. Если взять историю, как вообще зародилась идея, к сожалению, после трагических событий в Беслане, вот исполком Российского союза боевых искусств, здесь филиал, мы подумали, какое можно придумать мероприятие, в котором бы дети могли высказаться за мир, поучаствовать в мирном каком-то процессе. И вот мы стали с детишками ездить по районам республики и в чисто таком представительском плане показывают разные виды спорта, которые культивировались у нас в республике. Подобный фестиваль проходит в Северной Осетии уже четвертый раз. Сегодня проходят отборочные соревнования, показательные выступления спортсменов и творческих коллективов. А уже завтра решится судьба медалей во всех видах. Рая Дзантьева, Алан Гасанов, Осетия ТВ В рамках проекта «Люблю Осетию» во Владикавказе прошла встреча с археологом Маратом Бакушевым. Начальник змейской экспедиции рассказал о результатах многомесячного труда, а также представил фотографии и научные данные раскопок в районе Ильхотовских ворот. Ведем эти работы в связи с реконструкцией федеральной трассы М-29 Роскопоку. Трасса эта проходит по участку змейского катакомбного могильника, который является эталонным памятником для истории и культуры Центрального Кавказа. И всего региона в целом. Марат Бакушев рассказал и о том, как именно проходил обряд захоронений у представителей северокавказской культуры, населявших эти места. Он также уделил внимание особенностям быта народа. Кроме того, по словам археолога, найденные артефакты позволили сделать сенсационные предположения. Теперь ученые могут с уверенностью говорить о том, что первые люди возле Ильхотовских ворот появились еще во втором тысячелетии до н.э. Ранее же предполагалось, что заселение этих мест произошло в XI-VI веках до н.э. Динатин Музашвили от Самас Шипшев, Осетия ТВ Бизнес-инкубатор IT-парка «Лания» вновь стал центром развития интернет-технологий. Сегодня здесь прошел Демодей в рамках конкурса стартапов «Ду-АйТи». Основные задачи форума – поиск перспективных проектов и помощь в финансировании. Регистрация участников шла две недели. Сегодня эксперты дали проектам предварительную оценку. А уже в октябре в республику приедут представители специальных фондов для проведения мастер-классов. Одним из призов конкурса будет участие в акселерационной программе от данных фондов. А акселерационная программа – это плотный процесс обучения, в результате которого проекты выходят на рынок. Проекты молодые, не хватает им знаний рынка, экономических каких-то компетенций, предпринимательских. В любом случае нужно заниматься, нужно изучать бизнес-процессы и изучать рынок. По результатам этой работы можно будет говорить о следующей версии продукта, которая будет более продумана и иметь большой принцем. Отбор лучших IT-проектов проходит в рамках 4-го Всероссийского фестиваля наук. Одной из отличительных особенностей форума «Ду-АйТи» стало отсутствие возрастных рамок. В конкурсе участвуют как опытные специалисты с высшим образованием, так и студенты, и даже школьники. Один из них, Виктор Залкин, представил проект для людей, желающих освоить игру на пианино. По замыслу специальная лента со светодиодами крепится на крышку музыкального инструмента, а через приложение на телефоне подаются обучающие команды. «Приложение будет использовать закодированные мелодии классические композиции и переводить их в последовательность и продолжительность загорания светодиодов. Множество детей имеют какие-то идеи, но не знаю, как их показать обществу. И вот такие фестивали помогают очень сильно им, привлекают их к науке». 9 октября в рамках конкурса «Ду-АйТи» откроется школа стартапера. Для всех желающих пройдут специальные семинары и мастер-классы. Финал конкурса запланирован на 10 октября. В этот день пройдет защита проектов и объявление победителей. Традиционный турнир по мини-футболу среди подростков прошел во Владикавказе. Соревнования проводились в рамках Всероссийской профилактической операции «Дети России». За победу боролись 8 команд из Владикавказа и районов республики. Среди них и сборная сотрудников подразделения по делам несовершеннолетних. Некоторые участники приехали со своими группами поддержки. По их словам, турнир получился ярким и зрелищным. В каждом матче был свой драматизм и своя интрига. В результате напряженных футбольных поединков победителем стала команда сотрудников ПДН. Второе место заняли подростки из Моздока. Бронза у объединенной команды Правобережного и Лавирского районов. Сегодня в рамках Всероссийской операции «Дети России» проводился турнир по мини-футболу среди дворовых команд, в которых принимали участие так называемые трудные подростки. Также одной из команд была представлена команда подразделения по делам несовершеннолетних. Всего в участие в соревнованиях приняли более 40 подростков. Субтитры создавал DimaTorzok